Вот предположим, что приходит парикмахер, 8 классов образования, она закончила техникум, школу потом техникум 20 лет назад, компьютером не владеет. Невзирая на это, банк все равно и дает ссылочки на интернет-сайты, где штук 50 различных тарифных планов, и потом в суде утверждает, но ведь мы проинформировали потребителя обо всем, он сам пошел на эти условия. Так вот, здесь происходит нарушение права потребителя на получение полной информации о товаре до момента заключения договора. Опять же, пример со СПА-салоном, да, Татьяна Николаевна? Сначала вам всучили этот товар, застали подписать договор, только потом проводили к врачу. Потому что, а зачем тратить время на клиента, с которым, может быть, мы даже и не подпишем договор? Зачем? Это логика коммерсанта. Давайте уж мы сначала возьмем этот товар, продадим ей, а потом будем обследовать. Так вот, это закон запрещает делать. Информация о товаре и услуге должна быть предоставлена до заключения договора, с тем, чтобы у потребителя было право потребительского выбора. Верно? Хотите вы заказать эту процедуру? Заказывайте. Не желаете? Как вы можете сделать сравнение товара? Как вы можете сделать сравнение потребительского кредита, если знаете только 20% его условий? А 80% изложено где-то на сайте, да? Или не предоставлено вам совсем? Следующий вопрос. Тоже расхожий прием, который часто применяется крупными игроками на рынке, это предложение товаров только при условии приобретения других товаров. Например, я опять же, банковская организация, Владимир Иванович получает кредит на 500 тысяч рублей. Я сразу говорю, Владимир Иванович, мы-то вам даем кредит без обеспечения, без залога, без поручительства, но застраховать жизнь нужно, согласитесь, в пользу банка. Таковы условия. С 500 тысяч вам выдают, страховка будет стоить 75 тысяч рублей, страхование жизни. Но в нашей страховой компании, вот здесь, в соседнем кабинете, вы не волнуйтесь, вам не придется платить дополнительные деньги, мы просто в общую стоимость кредита эти 75 тысяч рублей накинем. Как будто бы мы вам дали на 575 тысяч рублей. Как вы на это смотрите? Многовато? Зачастую так банки и поступают. Во-первых, многовато, конечно. Многовато. Банки так и поступают, но они там хитрее делают, они процент включают как раз за страхование жизни. То есть идет процент по кредиту, и плюс к этому идет процент за страховку жизни и возврату данного кредита. В итоге процент по самому кредиту превращается из 22-24% под 45-6-8%. Вот с точки зрения Татьяны Николаевны, вы как со стороны наблюдателя, нет ли здесь ошибки в нашем диалоге между мной как банкиром и Владимиром Ивановичем как заемщиком? Владимир Иванович пришел за получением кредита. Я ему даю сразу два товара, и страховку, и кредит. Владимир Иванович деликатно просит у меня только кредит, да? И говорит, да вы знаете, страхование жизни, я бы хотел перейти через дорогу и застраховаться в 15 раз дешевле. Да? Я отвечаю, только так, только на этих условиях. Где здесь подвох? Здесь подвох права выбора. Да, совершенно правильно. Запрещается обуславливать приобретение одних товаров в зависимости от приобретения других товаров. Верно? Нельзя, московский метрополитен уже осуждали за практику, когда предлагается пластиковая карточка не менее 5 поездок. Вот только так. Если вы...